всем привет как я рад вас видеть я думаю что вы тоже наверное рады тому что все продолжается я вас благодарю за то что вы пишете комментарии за то что материально поддерживаете канал если кто-то еще не поддержал материальный канал то все в ваших руках вы можете легко это исправить ну вот а я о комментариях опять сейчас правда это это уже исчезла что такое это я сейчас объясню это несколько человек которые писали свое время что такое около года назад наверное о том что рок-музыка вообще портила советского человека нас с вами но смысле русских людей потому что советский человек не советский человек это разница нулевая разницы никакой нет потому что все что было в моей молодости она в принципе все все и сейчас то же самое продолжается так вот что рок-музыка это западное влияние да это какая-то такая черная волна буржуазная которая разлагала наше с вами сознание что я могу сказать это говорит о том что те мелкие политики крупных политиков я не беру потому что для крупных политиков рок-н-ролл вообще не существует это мелочь такая которая не играет никакой роли в их жизни в их планах и движениях мысли что на нее даже внимание обращают мне кажется и даже не знают о ее существовании а вот политики мелкие среднего звена которые занимались такой мелочью как рок-музыка они конечно полные идиоты дебилы и абсолютно оторваны от я не знаю насколько они идиоты и дебилы может быть и нет но то что они абсолютно оторваны от жизни то что они совершенно не знают того что происходит в народных массах не понимают как живут люди чем они живут и что с ними происходит это в этом я абсолютно уверен и доказательством всему служит то история которая заключается в следующем что в той самой америке где рок-н-ролл в общем откуда рок-н-ролл и появился до рок-музыку считали коммунистической диверсией которая разлагает американскую молодежь ведет ее к революции и проповедует коммунистические идеалы это было это факт это на самом деле рок-музыка это коммунистическая пропаганда так говорили в америке вот эти самые мелкие и средние политики ну вспомним про то как ломали пластинки beatles там в телевизионном эфире и на радио запрещали и прочее 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 к чему это я говорю я говорю о том что группа лодзеппелин вот цепилин как угодно можно назвать мы привыкли все лодзеппелин да пусть будет так группа лодзеппелин не избежала вот этого отношения потому что гастроли 1970 года начало 70 года которые проходили в америке но сначала в европе был смешной случай когда в копенгагене как эта барышня прицепилась к музыкантам и стала кричать что она родственница графа цеппелина и не позволит поручить светлое имя своего родственника или там мужа или не помню кого и что вот эти волосатые ублюдки не имеют права называть себя лодзеппелин это было перед телевизионным эфиром она пыталась запретить этот самый эфир но все уладилось эфир прошел и барышню отстранили куда там потом группа поехала в америку где в южных штатах она столкнулась ровно с тем же самым отношением о котором я сказал выше то есть жители американской глубинки а я жил в американской глубинке я в общем это все видел наблюдал не в таких масштабах как вы запилен потому что я не 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 столь яркая личность но там история была похожа на ту которая показана фильме зеленая миля только наоборот то есть это белые парни волосатые которых не пускали в кафе не пускали в рестораны мужчины в клетчатых рубашках эстетсонах готовы были их побить за то что у них длинные волосы и драные джинсы они неприлично выглядят на концертах их пытались несколько раз арестовать полиция собственно пыталась арестовать за даже не за непристойное поведение а за то что они считали перед началом концерта что эта группа будет плохо себя вести так они неприлично выглядят с точки зрения простого глубинного американца что полиция уже была готова перед началом концерта выстрелились и готовы были только музыканты на сцену тут же пойти и их арестовать но с помощью частных охранных агентств петер грант блокировал всю эту историю частные охранные агентства выслали прислали точнее на концерты довольно много своих сотрудников штатском которые полицию туда просто не не пропустили вот такие были истории вообще гастроли проходили очень тяжело с одной стороны огромная масса молодых людей восторженно принимали группу а с другой стороны отношения более взрослого населения более взрослой части населения было очень агрессивным и отрицательным скажем мягко скажем так и после вот этих всех перетурбаций группа решила отдохнуть немножко расслабиться ну а дальше история известная все те кто любит лодзе плен знают что по еще план уехали уэльс коттедж удаленной от цивилизации и сочинили там божественной совершенно песни большинство которых вошло в пластинку лодзе плен 3 которую я очень люблю вот она такая у меня есть американская настоящая хорошая с этим самым кружочком который там внутри вертятся очень красивая обложка она мне очень нравится и еще более красивые песни в этой связи я хочу сказать что лодзе плен мне нравится еще и тем а эта группа мне очень нравится и очень люблю помимо всего прочего помимо отличных песен и замечательной музыки но мне нравится тем что все пластинки вот запилен совершенно разные нет ни одной нет двух пластинок которые похожи одну другую 1 2 3 4 сумки 5 соответственно 6 7 и дальше они все не похожи друг на друга как у дэвида боу и когда все альбомы каждый следующий альбом отличается от предыдущего и от всех тех что были раньше как-то об этом мало кто говорит почему-то но это правда и пластинка номер три она была не похожа в равной степени на первый альбом и на второй альбом который в свою очередь тоже отличались друг от друга как не мне как земля и луна и в общем отзывы о пластинке крик критиков были жестко отрицательные их было много они были очень плохие и это окончательно вбило гвоздь гроб в крышку гроба которая закрыла отношения лодзе плен с прессой потому что ну пресс мы дураки что скажешь ну а фанаты лодзе плен тоже чем были достаточно разочарованы и удивлены потому что после второго альбома после мощнейшего грандиозного громкого хард-рока который ну мало кто тогда играл в таком качестве все ждали дальше продолжение вот это вот разверса безумного а здесь его не было здесь единственная песня иммигрант song похожая на то что было раньше но она настолько бронебойная она настолько к это прямая тяжелая быстрая жесткая что в нее даже не впихнуть было гитарное соло толковая жена как пуля пролетает вот это иммигрант сонг ну песня завоевателей короткий клич боевой клич завоевателей скажем так а то что дальше начинается уже совсем другая музыка и фанаты конечно настоящие фанаты они все равно остались с группой но люди были пришли в недоумение а мне очень нравится эта штука течение времени конечно все понравилось конечно пластинку стали покупать но продажи и на тот момент времени на момент времени и выхода были значительно ниже чем продажи первых двух альбомов что с одной стороны расстроило музыкантов с другой стороны не очень расстроило потому что ну они проявили себя настоящими артистами настоящими художниками и делали то что им нравится а денег уже было достаточно много поэтому удар был не слишком сильным как-то все это пережили и пошли дальше и очень здорово но при этом они очень сильно дружили между собой не знаю сколько дружили но отношения были очень хорошие группа была очень крепкая в отличие от многих других групп того времени которые конфликтовали между собой там взятие даху и крим и кого угодно еще внутри внутренние конфликты которые часто приводили к тому что группа распадалась у ладзеплин этого не было они были единым целом и все было в этом смысле хорошо friends замечательная песня номер два я могу сказать что масса начинающих гитаристов играют лестницу в небо пытаются а также играют гитарный риф из песни black dog туда 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 что касается песни friends акустические акустическая партия 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 пейджи на акустической гитаре она мной и моими знакомыми в те времена игралась может быть и чаще чем лестница в небо и чем black dog поскольку электрических гитар у нас практически тогда не было а когда они были включаться было тоже некуда дома берешь акустическую гитару и играешь вот это самое то что сыграл пейдж здесь во friends очень хороший ход простой и гениальный как и все что пейдж здесь наиграл замечательная песня celebration day после нее ну вспомнили о том что мы все-таки тяжелая тяжелая роковая группа мы же записали много песен уже таких грандиозных громких и зубодробительных и концерты играли так что выносила людей просто волной звука поэтому песня тяжелая очень хорошая очень интересная смысле гитарной игры мне на память трудно вспомнить сколько здесь гитар записано но две партии двух я точно помню но я думаю что там еще кроме двух еще будь здоров сколько ничего наложено пейдж очень любил гитарные слои записывал много гитар ну и сын савли лавнию конечно блюз красоты неземной гитарная игра пейджа прекрасно просто это высший класс высший пилотаж и кто бы что ни говорил из современных молодых начинающих и не очень начинающих гитаристов о том что пейдж там а а вот эти играют круче круче при этом я могу сказать что все большие гитаристы во всем случае в нашей стране да и не только в нашей стране они все проходили вот это как как не знаю там пятый курс института все слушали эти ну те кто играет рок на гитаре да я имею ввиду все слушали сэнца была веню слушали блестящее соло длиннющее даже его не назвать соло это такая сквозная партия через всю песню с этими бэндами потрясающими чистоты неземной кто бы там какие там не говорил эти истории кривые бэнды там про все три раза меняется тембр если не больше и настолько красивые фразы он проигрывает там в этом блюзе и с одной стороны это блюз он он и не похож на черный блюз а с другой стороны он не похож на весь тот белый блюз рок который сейчас уже много уже десятков лет играется белыми группами довольно бессмысленно это что-то такое среднее именно стиль депель он отдельный никто так блюз не интерпретировал как сэнца была веню потрясающая песня и план здесь подражает дженнис джоплин если кто пытался если кому-то в голову приходили такие сравнения отчетливо это слышно и очень здорово потрясающе совершенно ну и out on the tiles еще одна жесткая быстрая песня тяжелая но вторая сторона все ставит на свое место голос пол прекрасная традиционная я не знаю насколько она прекрасная в оригинале но в исполнении лыд зеппелина традиционная песня удивительно зажигательная необычная с безумный ритм гитары акустической пейджа с его игрой на мандолине с игрой с его игрой на банджо с его электрической гитары которая там вступает в нужный момент очень очень интересно круто тенджерин где-то я читал что эта песня времен ярберд я не слышал честно говоря не знаю про это сама по себе очень красивая песня здесь очевидная история очевидное сравнение с кроссби стилс нэш энд янг которых очень любили музыканты лыд зеппелин особенно побывав в америке и в этом ключе замечательная акустика все круто that's the way туда же в том же ключе бронера из стомп просто просто же скач и хэдс офф хэдс офф хэдс офф хэдс офф хэдс офф хэдс офф ту рой харпер случайно познакомились с роем харпером безумным хиппи подружились и странная психоделическая такая с утоплены в реверберации акустическая слайд гитара пейджа она прекрасно завершает этот удивительный альбом в общем офигительная пластинка очень ее люблю всем советую и не слушайте никаких чиновников которые начинают рассуждать о рок-музыке они ни черта в ней не понимают она им не нужна а они нам не очень то нужны все пока пошел пить